И начнем с почтового беспредела, который с года в год в Норильске меньше не становится, а перед новогодними праздниками только усугубляется. Сейчас ситуацию на почте можно сравнить с настоящим коллапсом. Количество посылок, за которыми дикие очереди выстаивают норильчане, исчисляется тысячами. И на этом фоне все заметнее нехватка персонала, у которого мизерные зарплаты, тяжелые условия труда. При этом местное и краевое руководство почтовиков хранит молчание, пока те с трудом выдерживают натиск очередей. А очереди уже выходят на улицу. Загнали все. Вот так вот в теплушках набьют, побольше, чтобы было, место, чтобы не пропадало. Вот сейчас тоже сходим. Попробуем прорваться, я не знаю, там, велика очередь. Пошли. Такие очереди в 18-м почтовом отделении никого не удивляют. А перед Новым годом, признаются сами сотрудники, нагрузка на них вырастает вдвойне. С тех пор, как в жизнь норильчан вошли дешевые интернет-покупки из Китая, посылки в наш город сыплются, как из рога изобилия. У нас даже ставить некуда. У нас все везде, все в мелких пакетах, все с Алиэкспресса. Вот люди заказывают. И посылок много, и по России. А как у вас с трудовой юридированием, по делам обстоятельств хватает? Нет, не хватает. Но штатных мест больше не предусмотрено, говорит временный руководитель отделения. Впрочем, одно скоро освободится. Анфиса Бобченок работает в этом отделении связи с 2013 года. Теперь с появлением ребенка увольняется. На зарплату почтальона его не прокормить. 25 тысяч в среднем. 25 тысяч, да. Если с премией. Но нам ее уже год не дают. При этом 8-часовой рабочий день, говорит Анфиса, уже давно превратился в 12-часовой. Когда двери отделения закрываются, коллектив еще обрабатывает вновь прибывшие бандероли. Зарабатывать приходится на чем только можно. С наших почтальонов, с наших девочек, так же, как и с нас, требуют, чтобы наши почтальоны ходили по квартирам и продавали постельное белье. Белье, шампуни, постельное белье, ну, опять же, это весь ассортимент коммерческого отдела. Ручки, карандаши, резинки, клей. То, что в 18-м почтовом отделении станет на одного работника меньше, едва ли обрадует клиентов, которых здесь обслуживают. Люди в очереди видят, как приходится разрываться почтальонам и самим работникам сочувствуют, но не понимают, почему нельзя нормально разделить услуги и организовать обслуживание. Выдают пенсионные, пополняют карты дорожные, чтобы проездные пополнять. А почему это не перенести пенсионные, допустим, либо в Сбербанке выдавать, либо в пенсионном фонде. У нас большие пенсионные фонды, очень большие ремонты сделаны. Потом пополнение транспортных карт, которые идут, и льготные такие карты. Почему это почта занимается? У нас есть автотранспортное предприятие. До недавних пор, говорят, посетителю в 18-м отделении было куда просторнее. Теперь все иначе людям на почте предлагают еще и банковские услуги. С одной стороны, хорошо, с другой, самой почте пришлось потесниться. Где раньше была почта, там более просторно. Как говорится, и людям можно где-то стоять, и посылочные отделы, пенсионные там. Ну, как раньше было. Не заперли сюда, а теперь здесь, вон, сами видите, что творится. Ну, а это, собственно, почтобанк. Помещение в несколько раз больше, чем то, которое мы видели сейчас. Сейчас зайдем, посмотрим, что происходит здесь. А у вас здесь вообще красота просто. Никого. Как говорится, почувствуйте разницу. И такой ажиотаж не в одном отделении. Ну, а это другое отделение на Павлова 12. Сейчас посмотрим, что происходит здесь. О, а здесь тоже людей немало. Ни один, да и ни два человека. Кошмар. Видите, мокрые стоим. Кошмар. Давно стоить люди? Ну, полденадцатого. Да. Полденадцатого. Где-то это? Продолжение. Пол первого где-то. О, отлично. Значит, уже час, да? Час. Час? Не всегда. Каждый день. Вчера я пришел, ну, уже было. Столько же народов вообще, что перед открытием. Пытаемся выяснить, какие проблемы у здешних работников. Но съемочную группу принимает в штыки. Один из работников Почты России сказал, пока телегиона находится здесь, она не выйдет к людям и не продолжит их обслуживание. Как только мы уйдем, она появится. Ну, ждем, стоим. Такого падения не должно быть. Выйти на свет Божий руководство отделения не пожелало. А вот клиенты без стеснения говорят, что думают о качестве обслуживания. Мало того, что не могут организовать очередь, не хотят этим заниматься. Люди приходят самим выяснять, ругаться, рваться к месту. Потому что забегают-то все подряд. И пришедшие позже, и пришедшие раньше. И суета вот эта никому не нужна. Еле отвоевали свое место, сейчас стоим. На такие претензии клиентов, конечно, должны отвечать не получающие копейки почтальоны, а руководство Почты России. Но вот беда. Оно отвечать не спешит. Свои вопросы в край мы направили еще неделю назад. Правда, ответа на них пока так и не получили. Подождите. А может быть, ответ идет по почте? Михаил Чернов, Александр Ворий и Артем Смирнов. Новости Северного города. А сейчас про других отличников народного хозяйства. В этот раз ЖЭКи порадовали норильчан весенней капелью. Ручьи в квартирах зазвенели у жителей дома Потолнахской, 30. Это уже не первый потоп за зиму. В начале декабря, когда столбик термометра резко подпрыгнул, квартира съемщиков тоже заливала. ЖЭК тогда проблему так и не решил. А теперь потоки воды пытаются сдерживать внимание с помощью полиэтилена. Об этом убедился Северный город, побывав на месте коммунального потопа. Это наш чердак. Таким образом все капает. Через чердак проходит в нашу квартиру. ЖЭК абсолютно бездействует. Мы вызвали мастера. Он нам снял люстры. У нас натяжной потолок. Таким образом у нас все капает. Столько накапало за сегодняшнюю ночь. Начало капать уже в другой комнате. Так вот мы спасаемся. Пока ЖЭК решил проблему с помощью полиэтилена. На телом на шердаке вот такой гамак длиной метров 10. Воду, как видим, он, конечно, собирает. Но и на пол она тоже просачивается. А что в квартирах? Ну, у нас без света мы сидим. Как видим, жильцам временная мера не помогла. Вода с потолка как текла, так и продолжает течь. А жильцы уже настолько отчаялись, что ждут морозов. Они-то точно помогут. Впрочем, управляющие компании говорят, что вопрос решать продолжают. Правда, оперативно прокомментировать нам ситуацию на камеру. Там не смогли, но обещают сделать это 20 декабря. Так что эту историю мы продолжим в следующих выпусках. Анатомийна Геннадий Зверев, новости северного города. Пока горожан заливает, дороги заметает. Последние дни принесли не только резкое потепление, но и большие снегопады. Дорожники рапортуют, что борьбу с сугробами ведут круглосуточно. В две смены. За эти две недели из города вывезли столько снега, сколько обычно наметают за целый месяц. 140 тысяч тонн. Столько бы увез вот этот самосвал примерно за 5 тысяч ходок. Вместе с ним на уборку снежных завалов сейчас каждый день выводят до 130 единиц разные техники. Но даже они не справляются с такими объемами. Особенно во дворах. Там не то что проехать, пройти к подъезду трудно. Власти предлагают действовать на ЖЭКе рублем. Граждане имеют право заактировать данную ситуацию и обратиться в управляющую организацию для проведения перерасчета. Причем, по моему мнению, это все же будет, наверное, самый действенный метод на сложившуюся ситуацию. Можно еще пожаловаться напрямую в управление. Чиновники обещают организовать проверку. Правда, перед ней предупредят управляющую компанию. Так закон обязывает. И, скорее всего, к приезду комиссии ваш двор уже будет вычищен. Дорожники, в свою очередь, жалуются, что сами выража не мешают уборке. Брошенные на дорогах и во дворах машины не дают снегоуборочной технике нормально делать свою работу. Отдельный СОС посылают снегоуборщикам жители Талнаха. В нашей группе ВКонтакте они написали, что рудная столица полностью в снегу. Северный город решил своими глазами посмотреть, как обстоят дела. С начала зимы в Талнахе наплевательски относятся к дорогам. Это чрезвычайная ситуация и никому нет дела. С такими комментариями на нашей странице ВКонтакте опубликовал свои фотографии телезритель. По его словам, дороги в районе завалены снегом, а во дворы и вовсе путь закрыт. Сразу после этого сообщения в Талнах отправилась наша съемочная группа. Для примера мы выбрали несколько дворов. Снега тут действительно много, но вдоль домов проехать получается. Проходят здесь и пешеходы. Движение по центральным улицам к этому моменту тоже не затруднено. Кое-где даже видны свежие следы от грейдера. Правда, самой снегоуборочной техники мы не застали. От неприятностей, подмеченных нашим зрителям, и правда, никто не застрахован. Снегопад в эти недели выдался сильный. И если вас действительно замело, присылайте фотографии с адресами на нашей странице ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме. Северный город открывает прием сугробов у населения. Фото самых больших снежных заносов обещаем подарить ответственным за территорию ЖЭКам. Это новости северного города. Далее мы вам расскажем, как норильские мальчишки в битве роботов победили. Таких достижений добился клуб «Романтик-робот». Заработал он только с начала учебного года. Зато уже заявил о себе за пределами нашего города. Правильно. Еще правильно. Я здесь не знаю. Мимо. Возможно, именно эти ребята в будущем будут командовать вполне серьезными промышленными роботами. Что такое алгоритм и программа, они знают лучше многих взрослых. Это формула движения по прямой, чтобы робот доехал от точки до точки и повернулся. Это нужно знать, сколько оттуда до сантиметров. 41,5 нужно будет проворачиваться. А все остальное робот, в принципе, сделает за тебя. Пока это первые шаги норильских мальчишек в робототехнике, но шаги уверенные. Шанс на других посмотреть и себя показать появился благодаря десанту московских специалистов, которых привез в наш город Норникель. Это событие не только дало рождение клуба робототехников. Сразу появилось желание помериться умением с другими. Летом педагоги рассказывали нам о различных соревнованиях, которые проходят в Москве и не только. И предлагали всем поучаствовать в них, в этих соревнованиях. Но поездка для нас это целое событие, в финансовом плане в первую очередь. И мы об этом и немножко жаловались, сообщали, что действительно поехать мы так не можем. Тогда педагог написал коллегам письмо о помощи и молодому клубу улыбнулась удача. И это письмо наше какими-то нам неведомыми путями благополучно ушло до самых верхов куда-то и попало в Норильский Никель, который поддержали нас, оплатили билеты. Мы с удовольствием, естественно, поехали. Поехали в первую очередь получить опыт. А получили первое место в номинации «Робот-дебют». Двое норильских мальчишек в честной борьбе обошли 52 команды из Москвы и Московской области. Надо было создать программу, чтобы робот проехал чуть-чуть. Если он увидит красную метку, он поворачивает налево и заталкивает банку. Если видит синюю метку, он поворачивает направо и заталкивает банку. Робот-норильчан с заданием справился лучше всех и принес клубу их первые золотые награды. Галина Навродская, Геннадий Зверев. Новости северного города. Норильск может гордиться и своими каратистами. Впервые юная норильчанка стала абсолютной чемпионкой всероссийского открытого турнира Федерации Косики каратэ. Победительница всего 10 лет. Награды завоевали и еще двое наших ребят. Всего на соревнованиях ездили 8 детей. При этом 6-ро впервые. О своих достижениях они вместе с наставником расскажут сами. Мы выступили на чемпионате первенства России по Косике каратэ. Ну, это для нас основной турнир в соревновательной сетке года. Двое уже не первый раз выезжали. Это Севастьянова Даша, которая стала абсолютной чемпионкой и победила в трех разделах, которые проводились на соревнованиях. Это кумите, это непосредственно поединки, спарринг. Кота – это так называемый бой с тенью. Спортсмен демонстрирует свою технику. Ну и очень такой интересный вид, как командная кумите, где в команде выступают три бойца. Сумевается общий зачет. Впечатлений очень много. Я не ожидала, что займу столько мест. К этому очень сильно стремилась. Это было, конечно же, сложно. Каратэ – это для меня, можно сказать, мое хобби. Второй боец тоже – Днемировченко Дмитрий, который у нас неоднократно уже выезжал. И упорно шел к своей чемпионской медали. Он многократно становился бронзовым призером. Но до финалов дойти, стать первым не удавалось. И вот, наконец, долгожданная победа. Я очень стремился к этой победе. Мне очень понравилось. К моей бою. Я сам был шокирован с собой. И не ожидал такого исхода. Что очень все делали? Нет! Я не ожидала, что я получу два триберзовых места. То есть два третьих – это первое. Меня это поразило. Соперник мой был достойный. То есть она выше меня, сильнее. Но все-таки мне удалось с ней хорошо поработать. Каждый год выезжаем. В принципе, получается, к сожалению, государственной поддержки нет. То есть приходится за счет спонсорских средств и понимающих родителей, которые готовы вкладывать в будущее своих детей. А как успехи у норильских футболистов? Ведь на днях МФК «Норильский Никель» сыграл с новосибирским «Сибиряком». И норильчанам достался совсем не слабый соперник. Встреча «Сибиряка» и «Норникеля» поначалу еще давала надежду на победу. Ведь по итогам первой игры была ничья 1-1. Но во втором матче «Сибиряк» разгромил норильчан со счетом 3-0. Сейчас МФК «Норникель» только на шестой позиции в турнирной таблице. «Сибиряк» на третий. Уже завтра норильчане сыграют с командой «Газпром Югра». Этот клуб сейчас в лидерах чемпионата России по мини-футболу. Следующая новость для всех любителей фитнеса. В Норильске появилось новое направление – зумба-фитнес. На себе силу зумбы ощутила Анастасия Гринько. Зумба переводится как «жужжание» или «быстрое движение». Несмотря на то, что самостоятельный танец зумба выделилась в начале 2000-х, последователи у нее есть уже более чем в 180 странах мира. А теперь и в Норильске. Это настолько просто, это настолько доступно для каждого, что абсолютно любой человек со стороны может присоединиться к классу, не имея каких-то предварительных танцевальных данных или же аэробного прошлого какого-то и получить максимальное удовольствие. За час этого танца можно сжечь около 500 калорий, что равносильно часу занятия тяжелой атлетикой. Впрочем, не только за это ценят зумбу. Зумба – это праздник, это отдых, это когда приходишь и час забываешь о проблемах, о работе, о делах, о детях. Ты просто посвящен час самому себе, эмоции, драйв. Все, после часа ты просто отсутствуешь в этом мире и поглощен в эмоциях. А если не секрет, какая у вас основная профессия? Я начальник участка по лифтам. Ну, грубо говоря, обслуживаю лифтовое оборудование. Теперь в городе есть 10 тренеров по зумба-фитнесу, а это значит, что поймать ритм зумбы отныне могут все желающие. Анастасия Гринько, Артем Смирнов, Новости Северного города. И к новостям компании. Некоторые предприятия заполярного филиала Нурникеля уже можно поздравлять с выполнением годового плана. В передвиках Рудники, Маяк и Таймырский. Да и в целом последний календарный месяц осени заполярный филиал отработал стабильно. Исключением стал лишь шторм, который обрушил конструкцию пароудаления на крышу первого пловцеха «Надежды». Но все же не повлияло на выполнение производственных задач. Отмечают компании и положительную динамику в сфере производственной безопасности. За 11 месяцев 12 несчастных случаев. В прошлом году за 11 месяцев было 18. Что касается тяжелых, у нас в этом году 4. В прошлом году было 5. Ну и что хотелось бы особо отметить, то что у нас в этом году конечно допустили один несчастный случай, что конечно не очень радует. Но по сравнению с прошлым годом, когда было 6, динамика здесь видна и очень, так скажем, неплохая. Днем в городе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура в Норильске и в Дудинке минус 18-21 градус, вечером с понижением до минус 22-27.